Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Сегодня мы опять же о магических энергетических инструментах. Сегодня поговорим о некой такой достаточно простой, но важном инструменте, магическом ноже, с помощью которого вы можете, во всяком случае, сбрасывать в себя чужое энергетическое воздействие. Мы с вами живем в агрессивном мире, в агрессивной среде. Он очень недобрый. Вокруг нас люди. Даже если вы, к примеру, не выходите из дома, то все равно интернет, телевидение, звонки, информация проникает в ваше пространство. Кто-то о вас думает, к примеру, люди, которые из вас знали когда-то 10 лет назад, они могут думать о вас, и их желания, их энергии, они начинают проникать в вашу жизнь и отравлять вас. То есть вы не можете быть отдельно от этой среды, не можете жить в вакууме. И эти люди, ну, так или иначе, часто приносят в вашу жизнь совершенно неблагостные вещи. Ну, драгоценные мои друзья, сегодня поговорим с вами о магическом ноже. Это нож, который должен использоваться вами только в целях энергетики. То есть для совершения каких-то обрядов, для собственного очищения, для отражения атак и нанесения, возможно, каких-то энергетических воздействий на ваших противников. Если у вас такого инструмента нету, то нужно его завести. Этот инструмент должен быть только вашим, использоваться только в целях, в колдовских целях, в энергетических целях, и ни для чего больше. Иначе он теряет силу. И, конечно же, научиться с ним работать. Минимально хотя бы чувствовать энергию. Поначалу вы, может быть, делаете эти вещи очищения ножом формально, потом начинаете уже чувствовать и видеть. Очень часто, каждый день на наши плечи ложится груз. Кто-то думает, да, перекладывает на нас свои заботы, свою ответственность. Груз ложится на плечи. Кто-то не хочет, чтобы мы что-то говорили. И на нашей шее прямо ошейники, нити. Кто-то ненавидит нас и заливает нам глотку, к примеру, свинцом. Ну, мысленно, да, или затыкает кляпом, или еще что-то делает. Накладывает какие-то нити. Маски на наши глаза, на наши уши лапшу вешает. И люди, и, так сказать, эгрегоры информационные. На наши руки, на наши канады удачи накладывается очень много пут, нитей, браслетов, колец. Какой-нибудь мужчина или женщина желает чего-то. И он вешает колечко на пальчик. Там мужчина или женщина, чтобы охомутать, завладеть. Даже если неосознанно они колдуют, просто их желание. Ну, естественно, сексуальная вторая чакра, которая находится у нас в крестце, на позвоночнике, в районе крестца. Это тоже женщины, красивые женщины, симпатичные мужчины, постоянно подвергаются вот этой энергетической атаке. Наши ноги на них все время, наши дороги перекрываются. Кто-то не хочет, что мы сюда ходили, кто-то недоволен этим. То есть это постоянное, постоянное, так сказать, воздействие. В этом плане магический нож может помочь вам. Итак, драгоценные мои друзья, вот, к примеру, да, вот, как может происходить вот эта вот процедура магической очистки. Чувствуете груст на плечах? Вот вы берете свой ножик и в несколько медитативной форме, аккуратно, чтобы не порезаться, прямо вот срезаете, чувствуете, прям щелк-щелк-щелк эти ниточки, раз, и сбрасываете, знаете, вот как, раз, сбрасываете с намерением, чтобы они вернулись туда, откуда пришли. Там горло свое, как, знаете, бреетесь, очищаете. Раз, раз, срезали. С глаз аккуратно, друзья мои, аккуратно. Лапшу суши. То есть, либо вот чуть отходя от тела, либо уж, если так вот, вплотную, но аккуратно. Срезаете все. Вторую чагу, крестец, аккуратненько. Эти ниточки, щелк-щелк-щелк-щелк, обрезаете, очищаете. Ручки свои, все эти нити, все эти кольца, которые на вас. Просто пройтись, как бы, по контуру ножом, по контуру своего тела, очистить его. Поначалу просто, может быть, формально. Потом вы очистили себя ножом, сбросили, вернули это все обратно, да, скинули себя. И уже чувствуете, что стало полегче, более эффективно, им больше энергии. Всего лишь простой фактор. Мы все время жалуемся, недостаток энергии, чужие пожелания, как они нас вот душат, да, вот лежат на груди камнем. При ежедневной работе ваша энергетика будет гораздо чище. То есть, нож может помочь. Можно, конечно, с помощью медитации, дыхания, инструментов много. Но в том числе магический, магический инструмент, заряженный, заговоренный нож. Но это великолепная вещь, которая может помочь вам вполне свободно, легко функционировать в этом нашем токсичном, жестоком мире. И от чужих злых пожеланий, проклятий и зловещего колдавства. Все, драгоценные мои друзья. Работайте и не бойтесь никого. Пока. Счастливо. Продолжение следует.